Это письмо от Урала Ява Ака Горгилазы. Сегодняшнее письмо адресую украинскому народу. Дорогие украинцы, мое сегодняшнее письмо, это письмо предостережения, письмо друга, который хочет помочь вам, дорогие украинцы, в осознании огромной опасности, нависшей над вашей дирижавой. Поверьте мне, есть что оспорить. В нашей общей истории у меня другие взгляды относительно Голодомора и того, что касается оценки деятельности Степана Бандера и Романа Шухевича, дивизии СС Галичина, Волынской резине и двух последних Майданов. Я уверен, вы и сами разберетесь в своей истории без посторонней помощи, но речь сейчас идет, простите, за возможно излишний пафос о сохранении истории украинского государства как таковой. Сначала небольшой экскурс в новейшую историю Грузии. Десять лет назад бывший губернатор Одессы, будучи президентом нашей страны, величайшему изумлению грузийской общественности, перекроил административные границы сепаратистских автономий таким образом, что после глобальной провокации последовавшей следа оккупации, под непосредственным военно-политическим влиянием России оказались и территории, которые ранее не входили в административные границы ни Абхазии, ни Южно-Осетинского округа. В результате деятельности Саакашвили российские танки оказались в 40 километрах от Тбилиси, а Грузия лишилась 20% собственных территорий. Теперь небольшой экскурс в новейшую историю Украины. Помните, что послужило поводом для российской интервенции? Ведь именно в результате дестабилизации власти и воцарившего тогда хаоса Украина потеряла Крым и Донбасс. Это и есть миссия Саакашвили. Палатки-провокаторы на Крещатике – это символ, предвестник будущей дезинтеграции украинского государства. Гапон Саакашвили, избравший провокаторство своей профессиональной деятельностью, избравший ареалом своей активности территории наших стран, вольно или невольно, а мне кажется, вполне осознанно, на печеньке беглых пророссийских олигархов выступает функция дробителя, разрушителя, аннигилятора наших стран. Если он добьется своего, ждите эскалации на Донбассе, ждите российских войск на Крещатике, ждите распада украинской державы. И вот тогда сбудутся слава Пушкина, адресованные тогдашнему генерал-кубернатору Малороссии Воронцову, но так точно ложащийся на облик преемника Грузии на Саакашвили. Полумилорд – полукупец, полумудрец – полуневежда, полупадлец, но есть надежда, что будет полным, наконец. Это предупреждение, предупреждение от человека, искренне любящего Украину. С уважением. Валериан Горгилац.